Народ, всем большой привет! Приветствую вас на канале US Family Van Из жаркой Флориды, хотя как написали наши друзья с Узбекистана, что какой там жаркая Согласен, челяет вам конечно нифига ни разу не Флорида, знаю не понаслышке Итак, мы с вами в автосалоне Хонда, и не поверите, в автосалоне Хонда мы с вами сегодня посмотрим Хонды Потому что давно не смотрели, и покажу вам потом конечно же новый HR-V В общем, я не буду делать заключение об этом автомобиле, вы все посмотрите сами и сами для себя сделайте заключение Ваше право, напишите что вы думаете, когда посмотрите на эту машинку В общем, поехали, давайте смотреть Напоминаю сразу по-честному в начале канала, в начале самого видео о том, что Мой канал идет, несмотря на то, что я сам из России, живу в США и идет в поддержку Украины И я категорически против войны, и у шлепков, которые поддерживают войну, я просто не то, что не хочу свидеть на этом канале А я не хочу их видеть никогда и нигде, надеюсь, никто их никогда не увидит Поэтому, кто поддерживает войну, идите в жопу А мы со всеми остальными адекватными людьми, неважно откуда они, будем смотреть цены на тачки А HR-V куда-то уехала, ну ладно, найду вам другую Так, гайз, ну что, короче, первый Мурзик мне попался Битурбо 97, 21 год, 98 тысяч долларов AMG FOMATIC GLE 53 Ладно, но я же вам обещал Хонду сегодня показывать, поэтому и погнали Хонду Блин, где вам теперь HR-V найти, она куда-то уехала Здесь была одна машина, ладно, сейчас посмотрю Ребят, если вдруг не найду, сори, но я вам обязательно ее покажу, найду в ближайшее время Значит, по поводу целого ряда здесь там, это мой Highlander, он, кстати, тоже продается По поводу того, что здесь вот там Mercedes и так далее, очень много всевозможных машин Я их показывал буквально там несколько выпусков назад, посмотрите, все это было И эту ешку тоже показывал, поэтому не буду А мы с вами пойдем по вот этому ряду, здесь куча всевозможных Хонд И мы с вами посмотрим, что тут почем Значит, Хонда Паспорт Очень спорная модель Как бы это младший брат, если так можно сказать, пилота Выглядящий практически идентично, только чуть-чуть поменьше Отсутствие третьего ряда и в принципе больше практически ничего такого нет То есть спереди можно легко перепутать автомобиль с Хонды Пилот Но нет третьего ряда А так, в принципе, тот же самый автомобиль Это какая-то сильно навороченная версия Потому что у нее, посмотрите, у нее здесь по всей видимости стоит Наверное, нет, закрыта сейчас машина Короче, 21-й год, да нет, стоит Как бы это и XL, это просто перфорация такая Я думаю, что вентиляция стоит Нет, 21-й год, 12-215 12-215 Она еще на гарантии, сертифайт, прион, то есть новая машина И цена у нее 39500, фактически А вот здесь, смотрите, они уже снизили цены до 36 37000 она вот здесь вот стоит на ценнике, кстати, видите Ну, она новая раньше стоила в районе 36, поэтому так себе скидка Так, Ridger Line Полный привод, пикап от Хонда Вы знаете, очень многие сильно уважают эту машину Очень небольшой пикап При этом с надежностью Хонды С функциями пикапа То есть куча таких вот сильно положительных моментов Которые любят люди практичные, деловые И либо люди, которые занимаются стройкой и так далее То есть машина такая, знаете, и для семьи комфортна И куда-то выехать на пляж комфортно То есть все комфортно, здорово И при этом для работы тоже классно Потому что небольшой пикапчик При этом смотрите, как у него сразу идет вот такой вот пол Он не в обработке, как это обычно у пикапов А это вот просто такое вот Какие-то вот накладки, которые, видимо, еще можно удобно заменить в случае их повреждения Нет, правда, крышки Так, значит, стоимость 44 Здесь 44 500 22 год 4RD Это полный привод 8 600 всего пробег И ценничек у этого пикапа итоговый Сейчас я вам покажу А я сейчас вам покажу 45 штук, короче Так, двигаемся дальше Это у нас с вами Туринг Пилот Туринг комплектация Белый цвет, очень популярный для Флориды Ну, Туринг это средняя Там чуть выше средняя комплектация Есть еще комплектация Элит Которая сродни Платиному Там, например Но я не знаю, есть ли смысл в таких прям заряженных комплектациях Итого Туринг Пилот Белое на белом салоне Посмотрите, ручки хром Ручки хром у нее В общем, 21 год 6, 129 И мы с вами видим, что это, в общем, 45 тысяч Туринг Белое на белом Три ряда сидений Ну, Хонда Пилот все хорошо знают Все смотрели обзор мой Моей машины У меня есть Хонда Пилот Классная машина Но машина без души Машина для практичных людей Таких, знаете, которые Им надо ездить с пункта А, пункта Б Машина очень комфортабельная Супер комфортабельная Достаточно надежная И вообще с ней все хорошо Вот Но она такая, знаете Как Тойота В общем Такая вот машина Так, здесь у нас с вами А, сейчас, секунду Здесь у нас с вами Реджерлайн Полный привод Только с крышкой Белый Еще сверху, видите, стоят Кроссбарс Ну, в общем В принципе, все то же самое Как в том Только на белом салоне Я еще говорю Такие пикапы Это, в принципе, симбиоз Между работой И отдыхом с семьей, например То есть, когда у вас есть там Необходимость Еще и в работе В пикапчик такой Небольшой Они постоянно ездят на этом пикапом На раздутом огромном пикапе 41 400 20-й год 41 400 И пробег у нее У него, не знаю У нее, у нее У машины Я просто 9 600 Ну, то есть, такая Как бы нормальная Странные трубы стоят У этой Хонды Это CR-V Это Хонда CR-V Обыкновенная бензиновая Я не вижу никаких шильдиков Значит, это Либо минималка Да нет И XL Это стоит Есть люк Смотрите И XL Полтора литра 9 600 Тоже пробег на ней 190 лошадиных сил Тонированная Кожа Перфорация Жалко Жалко Она закрыта Ну, в общем Белая кожа Перфорация Все с ней классно 35-36 тысяч долларов Стоит 21 год Классная тачка Вот кто приехал Сейчас ищет все хорошую машину Такие машины Можно подешевле найти, конечно Но Это сертифайта Значит, Хонда Вам даст всю гарантию Да, сейчас машины На бывшем рынке Подорожали А новых их сейчас Просто нету Так, двигаемся дальше Паспорт Туринг Паспорт Туринг И пилот Пустой Я так понимаю Так Паспорт Туринг Или XL Сейчас вам скажу Точнее У него Рейлинги Такие мощные И вообще Ужасно смотрится 61 тысяча Пробег Смотрите 19 тысяч Но он еще Сертифайт Это значит Пробег не смотан Это хорошо 19-й год Очень похоже Что настоящий пробег И они поэтому Сертифицировали 3,5 литра Мотор Мотор Классный Едет Примерно 22-24 мили На галлоне Просто Отличный расход И цена 35 тысяч Здесь стоит Но с таким пробегом Не знаю Почему они выставили 35 тысяч Но вот здесь Вот 32 тысячи На самом деле Цена у него Что более или менее Неплохо Такая Какая-то Типа Заряженная С дополнительными Опциями Версия Так Honda Pilot Цвет Морской Волны И у нее Давайте у Пилота У него 21 год И 17 1200 Пробег Ну 3,5 литровый Движок Серый Салон Все то же самое То есть Да по факту Цена На самом деле У него 38 955 21 год Небольшой пробег Очень хорошая машина Практично 17 тысяч Всего Так Здесь какой-то Special Edition Стоит Видите Я вообще Такой шильдик Первый раз вижу Но это видимо Типа Limited Не знаю Special Edition Honda Odyssey Нет вообще Ни в каких Видах Так Special Edition С черными дисками Нету цены Поэтому А подождите Это новая машина Это новая машина И давайте Я вам покажу А сколько новая стоит Ну давайте глянем Значит Новая машина Honda Pilot Да Она моноприводная SE Комплектация Это минималка Ребят Хотя Блин Она на коже 42 600 Ценник Поняли Да Ну вот они Да Еще вам прилепили 43 895 Вот пожалуйста Есть новая Абсолютно машина Белая На черной коже Можно взять И в принципе Отличная цена 40 44 тысячи Фактически Баксов Я говорил о том Что Прибавляйте Примерно Процентов 15 Но я имел ввиду Не налог 15 процентов Налог У нас составляет От 6 до 7 Процентов Примерно 6,5 7 В зависимости От города Это Стат Флорида Во всяком Есть штаты Где вообще Зеро Налог Нисколько Я говорил о том Что это налог Плюс Фи Которые Там вы заплатите За всякие Оформления За номера Страховка В общем Все это вместе Просто закладывайте В цену Для того чтобы Ну потом Не Не Простоволосица Так Ребят Здесь нет цены А Ну это тоже Новая машина Это Спешил Эдишн В общем Весь Спешил Эдишн В том Что У нее Есть Открытие Как у Тойоты Видите Тейлгейт Можно Вот так Кик Моушен То есть Когда у вас ключи Просто Дернули Ногой И все Ну это Как бы Такая Своеобразная Функция Ну в принципе Очень удобная Полезная Но Не особо Она прям Нужна И черная Здесь Есть Люк Кожаный Салон Короче Ну все В принципе Ну хорошая Комплектация Богатая И цена 43 500 Кто-то Недавно Говорил Про Хонду Пилот Что Вот Посмотреть Там И так Далее Ребята Две Новые Машины Есть Это Большая Редкость Остальное Все Уже С пробегом И обратили Внимание Что Цены Сопоставимы С новыми Вот Такая Особенность Нынешнего Рынка Только И в общем Бронко Был Плюс 25 К рынку Новый Плюс 25 тысяч Долларов К рыночной Цене 52 стоит Машина Плюс 25 Его можно Взять Почти Пустой Комплектацией Вот такая Вот Действительность Ну что Все Показал Сейчас пойду Посмотрю Если вам HRV Показать Ну что Ребята Нашел Таки Хонда HRV О Это не то Хонда HRV В общем 20 23 Вот так У нее Уже Стоит Не шучу У нее Действительно Такой Индекс Это Абсолютно Новая Хонда Все Помнят Нашу С вами Молодость Ну Те Кто Там Постарше Я так Понимаю Аудитория Наверное От 30 До 45 Примерно Помните Эти Угловатые Черты HRV И Вот Она Пожалуйста Уже 23 Года Я Оставлю Комментарии То есть Дизайн Наверное Для вас В комментариях Но Со своей Стороны Могу Сказать Что Я Не знаю Как Это Будет На Ваших Экранах Там В зависимости от того На каком Мониторе Или на каком Экране Вы смотрите Но В целом Могу Сказать Что Выглядит Это Очень Специфически Вот Если Я Вот Так Вот Возьму Вот Такой Вот Ракурс То Вы Поймете О чем Я Сейчас Вам Говорю Потому Что Это Очень Ну Откровенно Говоря Своеобразный Дизайн Новым Его Назвать Сложно Но При этом Посмотрите Какие Элементы Нет Морда У нее Смотрится Вполне Себе Мне Кажется Неплохо Такие Вот Интересные Ноздри Зачнее Сказать Не ноздри Даже А Забрало Целая Решетка Это Комплектация Спорт Значит Могу Сказать Вам То Что В Случае Комплектации Их Пока На Сегодняшний День На Рынке Три И Это Средняя Комплектация Есть Комплектация По Моему То есть Есть Средний Спорт И Есть Еще И И И И И И То есть И Это Минималка И И И Это Типа Максималка А Есть Спорт То есть Вот Это Вот Спорт О чем В принципе У нее Говорят Вот Видите И И И И И Вот Спорт Видите Надпись Вот Так Вот Выглядит У нее Задняя Часть Автомобиля Вот Таким Вот Образом С Одной Трубой Такой Явно Видный Зачем То Я Не знаю Зачем Такой Странный Дизайн Ну Что Ну И Давайте Конечно Посмотрим Что Там У Нас С В С Салоне Здесь У нас Электро Стоит Сейчас Ключа Нет Поэтому Она Не Открывается Давайте Начнем Сзади Значит Комплектация Спорт Естественно Цена Будет Ребят Комплектация Спорт Здесь Имеет Вот Такой Тканевый Салон Такой Вот Багажничек Вполне Все Внушительные При этом Третий Ремень В потолке Ну Здесь Нет У нас Климат Контроля Для Задних Пассажиров Нет Люка Но Светодиодная Подсветочка Так Вот Аккуратно Встроенная Лед Смотрится Неплохо В принципе Чего бы Как говорится И нет Здесь Интересная Такая Приятная Тактильная Отделка Псевдокожей С прострочкой Электростеклоподъемники И так далее Давайте Просили вы От лица Пассажира Показать Давайте Я вам покажу От лица Пассажира Хотя В принципе Потом С той стороны Все равно Тоже покажу Значит Понятно Что Стандарт Датчик Мертвых Зон Это Норма В принципе Для любой Машины Мне кажется На сегодняшний День Ничем Не удивлю Здесь У нас Пластик Приятно Тактильный Но Жесткий Здесь У нас С вами Кожа Прострочка Резиновые Коврики Вот Это Вот Новая Фишка Хонды Дефлектора Которые Во всю Длину Я уже Показывал Цивик Новый В принципе Все То же Самое Здесь Вот Такой Вот Экранчик По Хондовски Достаточно Простой Но При этом Информативный Все Что Есть Видите Отдельно Кнопочка Connect Чтобы Реально Очень Часто Люди Ищут Где Законектить Свой Телефон Таким Образом В этом Меню Лазишь А тут Видите Такая Видимо Кнопочка Которая Позволь Сразу Законектить Есть Drive Моды Видимо Там Спорт Эко Комфорт Я не знаю Break Hold Удержание И Электронный Ручник То есть Это Есть Подстаканники Здесь Система Климат Контроля Двухзон Как мы С вами Понимаем И на Этом Все Ну что Давайте Перейдем К панели Приборов Дашборд И Фары Явно Светодиодные И передние И задние По всей Видимости Так Здесь У нас С вами Два Автоматических Сзади Нифига Автоматики Нет Управление Зеркалами Отключение Стабилизации И Цифровая Панель Приборов Полностью Видите Вот здесь Вот видно Оттуда Стрелка Но она Тоже Такая Она Мануальная Но она С подсветкой И дальше Все идет Второй Естественный Бесключевой Доступ Посмотрите В этой Версии Уже Есть Адаптивный Активный Круиз Контроль С удержанием Полос С расстоянием Кстати Хонда Идеально Одна из Самых Идеальных Машин Я вам Как владелец Держит Именно Полосы Классно Перестраивается Классно Держит Круиз Контроль Есть Естественно Датчик Автосвет Датчик Дождя Скорее Я думаю Что выводят Знаки Это тоже Норма В принципе Для этих Машин Здесь Вот такой Вот Странный Тоннель И подлокотничек Подколодничек Здесь У нас С вами Понятно Что USB USB Не вижу Может быть Где-то Здесь Пока Только USB Ну Итого Значит Что У нас С вами Представляет Нынешняя Хонда Это 158 Сил 2 литра 4 цилиндра Макферсон Вы видите Подвеска У нас И Задняя Многоречажная Значит Все Вот Ее Как бы Данные Что вас Интересует Цена Конечно Же Цена 27 И вот 29 925 Она сейчас Будет Стоить У дилера То есть Стоит Вот Пожалуйста Но Здесь Дилер Добавил От себя Добрую Такую Вот Двушечку За Вот Кучу 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 Вот Таких Всяких Еще Опций Я покупал С этими Опциями Здесь же В этом Автосалоне Машину И В принципе Относительно Доволен В принципе Неплохо 28 Заявляет Производитель Миль на Галоне Я думаю Что По факту Так Есть Они Сейчас Стали Писать Более Или Менее Похоже То есть 28 Миль на Галоне Едет Машина Вот Поэтому А чего Бо Нет В принципе Неплохо 28 Миль на Галоне Это Очень Неплохой Показатель При этом Смотрите 30 Процентов Это US Canadian 45 Процентов Мехико То есть Машина Собирается В большей части В Мехико Вот Соответственно Такая Мексиканская Хонда Чего бы Нет Короче Ребят Я не знаю Можно тут Говорить Много Слов Брызгать Слюной Или наоборот Плеваться Говорить Что это За колхоз И так Далее Но Очень Классный Автомобиль За Очень Доступные Деньги Посмотрите Здесь Аж Проминается Не знаю Видно Под пальцами Реально Проминается Это Очень приятный Такой Даже Вот Эта Часть Пластика В отличие От Тойоты Она Реально Достаточно Качественная И Очень Очень Приятная Такая Мягкая И вот Здесь Все Мягкое Колоночки Ставят Здесь Потолок Тоже Тоже Такой Знаете Ткань Но Вот Видно Фактуру Классная Везде Обшита Кожей Здесь Очень Специфическая Ручка Ну О дизайне Можно Спорить Кому 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 Это Нравится Но Тем Не Менее Все Это Посмотрите Это Все Мягкое Мягкое Очень Очень Смотрится Достаточно Дорого Богато Как Говорится Может Быть Странный Дизайн Но Дорого Богато Кстати Вот Здесь Еще Находится Зарядка Видите И Здесь Еще Отдельно Находят Зарядка Видимо Зарядилась Там Можно Положить Телефон Чтобы Он Тебе Не Мешал Ну Гай Что Конечно Я понимаю Что Версия И Excel Будет Несколько Дороже Будет Иметь Опцию Люка И так Далее Но Цифровой Экран Двухлитровый Двигатель 160 Сильный Практически 158 Окей Классные Материалы Дорогие Датчик Мертвых Зон Светодиодная Оптика Спереди Сзади Климат Контроль Что Еще Вам Надо Адаптивный Круиз Что Еще Надо Мне кажется Более Чем Для Этого Автомобиля Поэтому Единственный Дизайн На Любителя Ну А Чего Нет Чего Я Стал Говорить А Чего Нет Не Знаю Почему Это Единственное Сидушки Будете Регулировать Ручками Я Думаю Что В Следующей Версии Зайдет Уже По Другому Но Для Меня Цифровой Экран И Система Круиза Намного Важнее Чем Вот Это Вот Я Себе Выставил В принципе Ничего Страшного Не Обомлюсь Подергаю Можно Было Сэкономить И правильно Что Сделали В общем Вот Такой Автомобиль Мне кажется Он вам Должен Понравиться Поэтому Welcome Кто В США И может Себе Позволить Купить За эти Деньги Машину Покупайте Машина Нового Поколения Новая Появилась В салонах Цвет Может быть Не самый Удачный Но Нормальный Вполне Себе Все Пока Пока Увидимся С вами Нет войне Ребята Нет войне Заканчивайте Это говно Кто там Причастен Пока Пока